В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Качество питьевой воды, состояние водопровода и канализации. Депутаты провели выездной комитет на объектах Горводоканала. Пасхальные дни милосердия. Саровчан приглашают к участию в благотворительной акции. На рекорд в спорткомплексе Юниор прошла городская акция по выполнению норматива ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. Качество питьевой воды, состояние водопровода и канализации в городе волнует и жителей, и представителей власти. Десятилетиями проблемы решались латанием дыры и текущим ремонтом, и в результате износ оборудования близок к критической точке. С нагрузками не справляются не только системы водоснабжения, о которых мы рассказывали ранее, но и водоотведение. Состояние объектов на очистных сооружениях, генализационных насосных станциях оценили депутаты городской думы на выездном заседании комитетов. В первую очередь народные избранники посетили канализационные насосные станции, которые подают стоки в приемную камеру очистных сооружений. Станции строились с 1949 года и сегодня уже устарели. Качество стоков поменялось, то есть эти насосные станции надо полностью переоборудовать, ставить дополнительное оборудование по очистке от грубых отбросов, полностью взимая их из потока. Сетевое хозяйство с точки зрения канализационных насосных станций морально устарело. Люди стали пользоваться средствами гигиены, выкидывая их потом в канализацию. Из-за этого возникают так называемые пристеночные трубные отложения. Чтобы избежать попадания волокнистых включений, необходимо перейти на решетки нового типа, иначе в ближайшей перспективе возможна полная парализация работы именно канализационной системы с точки зрения трубопроводов. Естественно, мы планируем заменить решетки на современные грабельные решетки, для того, чтобы стоки немножко очистить, убрать все волокнистые, можно было убрать и не засорять насосы. Соответственно, после этого мы поменяем насосы на более эффективные. Считовая на объекте также не соответствует современным требованиям автоматизации технологического процесса и оперативного реагирования на различные нарушения. Однако канализационные насосные станции не попадают под программу оздоровления реки Волги, и федеральное финансирование на их реконструкцию выделять не будут. Затем депутаты посетили очистные сооружения. Одна из проблем на этом участке – ступенчатые решетки, которые задерживают грубые отбросы. Срок их службы уже вышел. Они достаточно дорогие, до 4 миллионов, то есть менять их, но это проблематично. Плюс вот эти волокнистые включения через этот тип решеток, они проскакивают и вызывают засоры далее на объекте. Это негативно сказывается на насосном оборудовании, на засорах трубопроводах. Очень неприятная ситуация, когда люди это все раскапывают, и источник на воде начинает возиться, и вручную вытаскивают эти рядки и отбросы. После очистных сооружений депутаты посетили городской водозабор, где нужно в том числе отремонтировать резервуары чистой воды и поставить современную систему обеззараживания вод. Замена изношенных сетей и оборудования требует больших вложений, которые возможно получить только из внешних источников. Депутаты продолжат обсуждение ситуации с Горводоканалом на ближайших заседаниях. После того, как с проезжих частей города сходит снег, коммунальщики приступают к временному ямочному ремонту дорожного покрытия. Повреждения, не отвечающие нормативным требованиям, устраняют двумя способами. Ремонтируют покрытие кирпичом или используют вторичный асфальт в качестве основного материала. Полноценный ремонт начнется при наступлении устойчивой теплой погоды. В каком состоянии сейчас находятся дороги в Сарове, выясняла наша съемочная группа. Машин в городе много, кое-где в часы пик образуются пробки. Плюс ко всему, состояние дорожного покрытия беспокоит автомобилистов. Ямы на дорогах – вот главная проблема весны для водителей. Коммунальщикам остается только заложить их кирпичами или засыпать вторичным асфальтом. Да много, они везде, если честно, потому что не делают, наверное. Ну, разбил, пусть землю всегда так бывает. Как в деревне самое глухое, где дорог нету. Мне на новой машине через месяц всю подвеску надо менять. Дорог вот нет вообще. Ямы на дорогах, появляющиеся после исхождения снега, явление традиционное. И говорят об этом практически каждую весну. Но, несмотря на это, не стоит забывать, что такая ситуация может быть опасной для всех участников дорожного движения. Опытные автомобилисты знают самые проблемные участки дорог и стараются перемещаться по городу объездными путями, дабы в буквальном смысле не влететь в дорогостоящий ремонт. Но предугадать, где появится яма, сложно. Заделанные дыры очень быстро размывают осадками и талами водами. Так надо объезжать. Могут быть и, так сказать, ДТП возникать из-за этого. Ужасное состояние дорог. Дороги надо ремонтировать. И как можно лучше. Выезды из города тоже разбиты все дороги. Разбитые дороги все после зимы. Постоянно или колесом заедешь, или еще что-то. Ну, не делают дороги. Плохо делают. В администрации сообщают, что департамент городского хозяйства контролирует состояние дорог не менее двух раз в неделю. Об участках, доставляющих автолюбителям наибольшее неудобство, предлагают информировать по телефону 977-54 или оставить заявление на сайте «Умный Саров». Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии, которые должны увеличить сумму выплат пенсионерам. Их размер сначала доведут до прожиточного минимума и только затем проиндексируют. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О фактах незаконной продажи контрафактного алкоголя можно будет сообщить по телефону. Горячая линия по этой теме пройдет в Главном управлении МВД России по Нижегородской области 26 марта. Звонки от жителей будут принимать с 11 до 12 часов по телефону 8 831 268 51 10. До 1 апреля все юридические лица, кроме банков, бюджетных учреждений и индивидуальных предпринимателей, обязаны сдать годовую бухгалтерскую отчетность. К организациям, которые в указанный срок не представят требуемые документы, будут применять меры административного воздействия в виде штрафов. Более подробную информацию можно получить по телефону 300 84. В Сарове стартовал конкурс «Поют ветераны». Его участниками могут быть граждане пенсионного возраста, не занимающиеся музыкальной деятельностью профессионально. Жюри, состоящее из руководителей музыкальных коллективов, оценит выступающих и выберет лучших исполнителей для участия в итоговом концерте, который состоится в середине апреля. Справки по телефону 6 94 43. Пасхальные дни милосердия. Активисты волонтерского центра «Радость моя» начали сбор благотворительных пожертвований для малообеспеченных семей, а также для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. На собранные средства будут закуплены предметы первой необходимости, а также подарки детям к Пасхе. Восемь лет подряд активисты волонтерского центра «Радость моя» проводят ежегодные сборы благотворительных пожертвований. Два раза в год перед Пасхой и Новым годом добровольцы призывают горожан помочь тем, кто в этом нуждается. «Мы собираем средства, чтобы поздравить детей инвалидов, кто дома, кто на праздник придет, к кому мы поедем в детский дом, и чтобы мы могли оказывать помощь на нашем гуманитарном складе». Присоединиться к благотворительной акции просто. Для этого достаточно опустить в ящик любую сумму денег. Людей, нуждающихся в социальной поддержке, в нашем городе много. Каждый раз волонтеры поздравляют с праздниками порядка 150 таких семей. «Вот сейчас нам всегда нужны детские памперсы, детские смеси, первый и второй номер. То есть для детей первого года жизни». Помочь можно и добрыми делами. Направление работы в волонтерском центре «Радость моя» стало больше. Поэтому там всегда ждут людей, готовых оказывать помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в волонтерском центре идет набор добровольцев для участия в различных благотворительных акциях и проектах. «У нас есть несколько групп. Больничная группа, которая помогает больным, складская, на складе вещи распределяет, и основная, которая помогает детям. Фактически там в основной группе у нас человек 10, и поэтому мы готовы принять любых желающих». Следующие сборы пожертвований будут проходить в апреле в крупных торговых центрах нашего города. Задать интересующий вопрос о способах оказания помощи можно по телефону 77 099. Они помогут успеть на деловую встречу, свидание, на вокзал или в аэропорт. 22 марта отмечается Международный день таксиста. Эта работа весьма непростая и зачастую даже опасна. Помимо высокого уровня водительского мастерства, таксист должен идеально знать свой город, быть хорошим психологом и обладать отличной психической устойчивостью. Эту сложную, но интересную профессию выбирают и представительницы прекрасного пола. «Алло, да, здравствуйте. А где вы находитесь? Хорошо, сейчас подъеду через пять минут. Женщина за рулем ничуть не хуже, чем мужчина, а иногда даже ответственней». Елена водит машины уже 11 лет. Восемь из них работает в такси. Эту профессию она выбрала не случайно. «Ну, хотелось подработать. И как бы лучшая работа – это в такси. Свободный график работы и по деньгам соответствующие». Рабочий день Елены начинается, когда она приезжает на базу пополнить свой счет. Затем проводит фотоосмотр машины, устраняет мелкие недочеты, проверяет на месте ли все необходимое для поездок и начинает принимать заказы. Маршруты всегда примерно одинаковые. «Это, соответственно, дети, которые мы возим в школы, в кружки, бабушки с дедушками, которые ездят в поликлинику. Средний возраст на работу с работы. И молодежь, которая отдыхает в пятницу, субботу по выходным». Как говорит Елена, стереотип о том, что водитель заниматься машиной чисто мужское занятие уже исчез, по крайней мере, в нашем городе. Женщина никогда не сталкивалась с предвзятым отношением к себе на работе. «Мужчины-пассажиры совершенно адекватно реагируют на то, что за ними приезжает женщина. Никакой разницы нет. С мужчинами-коллегами отношения дружеские. И проблем тоже нет». Елена говорит, что полностью довольна своей работой и в ближайшее время менять ее не собирается. Школьные каникулы, время отдохнуть от уроков и повод заняться интересными делами. Каждый год сотрудники детской библиотеки имени Пушкина готовят для юных читателей развлекательные программы и познавательные занятия. В этот раз весенние каникулы в Пушкинке объединили общей темой «Книжная радуга». Для ребят проведут научные беседы, квесты и интерактивные игры. Неделя детской книги стартует 25 марта. Более подробную информацию о программе «Каникул» в Пушкинке можно узнать на официальном сайте библиотеки. А в молодежном библиотечном центре открылась выставка мастера марки 3 Николая Строганцева. Его работы не раз становились призерами различных федеральных и областных конкурсов и фестивалей. Познакомиться с творчеством мастера пришли воспитанники и преподаватели детской школы искусств номер 2 сотрудники ядерного центра и студенты. Марки 3 – это мозаика из ценных пород дерева. Фактически, это деревянные краски. Этот вид искусства Николай Строганцев открыл для себя более 50 лет назад. Выставка, которую презентовали в Молодежном библиотечно-информационном центре, стала своеобразным итогом всего творческого пути мастера. На этой выставке представлены и пейзажи, портреты, большие творческие работы, цветы. Выделить какую-то одну свою работу Николай Строганцев не может. Все они одинаково любимы. В каждую мастер вложил частицу души. В последнее время художник отдает предпочтение исторической тематике. Копии Павла Корина, Александра Невского и «Северная баллада». Очень значимая работа для меня. Ну и пейзажи, Русь святая, иконы. Презентацию выставки посетили родные и друзья Николая Строганцева, бывшие коллеги из детской школы искусств номер 2 и те, кто интересуется созданием произведений из дерева. Выставка была очень чудесной. Я впервые вижу картины, сделанные из деревянного шпона. И я думаю, что чтобы создать такие картины, требуется очень много усилий. И я рада, что люди занимаются таким красивым творчеством. Мне очень понравилось. Я вообще впервые вижу подобного рода картины. Они самые разнообразные, несмотря на то, что сделаны из дерева. Это действительно впечатляет и поражает. Выставка Николая Строганцева будет открыта в Молодежном библиотечно-информационном центре до начала июня. Познакомиться с творчеством мастера можно в часы работы библиотеки. В спортивном комплексе «Юниор» прошла общегородская акция по выполнению нормативы ГТО – подтягивание из виса на высокой перекладине на рекорд. События посвятили пятилетию со дня подписания указа о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На общегородской спортивной акции побывала и наша съемочная группа. Пять лет назад в стране появился и прочно вошел в повседневную жизнь спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Как и в советское время, его основная задача – делать молодежь быстрее, выше и сильнее. Ксения Кузнецова со спортом на «ты» много лет. За спиной у девушки 10 лет занятиями художественной гимнастикой и звание кандидата в мастера спорта. По мнению Ксении, комплекс упражнений ГТО это очень здорово и делает даже не в дополнительных баллах, которые прилагаются к значку «высшие пробы». Я думаю, что, безусловно, это выбор каждого, но это нужно – узнать свою подготовку, узнать, готов ли вообще физически. В 2018 году в Сарове зарегистрировалось и приступило к выполнению норматива ГТО более 2000 человек. Одним из самых сложных испытаний для мужчин, как показала практика, стало подтягивание. Павел Лохматов легко подтягивается 15 раз. Для начала нужно научиться подтягиваться с рывками. После нескольких уверенных повторений, то есть раз пять, можно переходить к подтягиваниям без рывков. Начинать с минимума, один-два раза, а дальше увеличивать количество. Пройти тестирование ГТО сегодня может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте комплекса, получить уникальный номер участника и записаться на сдачу. Да дальше все зависит только от общей физической подготовки кандидата и его стремления быть лучше. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова